Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Анна Радель Бальзака «Шагренивая кожа». Бальзак называл у меня некую тябу, некое стремление узнать, что это за писатель. Мне было очень интересно узнать, почему же он так знаменит, почему же он пользуется такой популярностью в России, в союзбежон. Что же есть в этом писатель такого, что превращает его в одного из самых читаемых авторов французской литературы. И читая его, я все больше понимал, что как прав Толстой говорит, что Бальзак Палклифф. Очень много тревизмов, очень много вульгарных пышностей, каких-то ветиватых пышностей, в котором много лишнего, в котором много ненужного, много многословия, много пустословных фраз, много самого ненужного, самого что ни на есть вторичного в этой литературе, к сожалению. Очень много помпезностей. Бальзак писал «Шагренивую кожу» как философский этюд, философское произведение. В этой философской литературе очень много вторичного. Это не Томас Манн, это не Герман Месси. Здесь, к сожалению, очень много того, что считается часто только в очень молодом возрасте, очень юном возрасте. Эти переживания главного героя, который продал душу дьяволу ради наслаждений, как и Жоржу Деруа, герой милого друга, но при этом его жизнь заканчивается плачевно. Он теряет свои жизненные соки, по мере того, как его жена, и его пороки разрастутся, все больше разрастаются. К этому тоже есть определенный христианский смысл. Чем человек больше прожигает жизнь, чем больше свою жизнь посвящает наслаждениям, тем больше гасает его организм, тем больше этот организм истощается. Тем меньше в нем стремление жить. Этот продукт стремлений к жизни, к витальности, к раскрытию своих стремлений, желаний оборачивается черной меланхолией, депрессией, тоской, пресыщенностью. Главный герой Рафаэль Дабалантан пытается сначала на шумном пиру прожигать свою жизнь. Сначала ничего не имея, он получает шуменевую кожу, которая уменьшается в мере желаний. И первым делом закатывает пир на весь мир, которым уже рассказывает историю своей жизни. Это история ее жизни, рассказанная в влюбленности Феодору. Женщина без сердца, так называемая. Уже в самом этом есть какая-то пошлость, какая-то банальность, в самом этой формулировке. Но тем не менее, это размышления о жизни своей занимает большую часть романа. Ее, кстати, более-менее интересно читать. Вот что касается его переживаний в связи с уменьшением длинной кожи, с уменьшением его жизни, все это воспринимается все хуже и хуже. Как-то все менее интересно, все менее-менее интересно. Я хотел бы вам изучить определенный фрагмент, в котором говорится о радостьх творчества. Когда главный герой был еще бедняком, когда он три года прожил на чердаке и в это время писал научный трактат, он был счастлив. Ничего ему было не нужно. Смотрите, какие переживания описывает Бальзак. Заверцать, как словно солнечный свет поутру, брежет идея за полем человеческих абстракций. И поднимается, как солнце, и скорее растет, как ребенок, достигает зрелости, постепенно мужает. Это радость выше всех земных радостей, вернее сказать, это нахлаждение божественное. Научные занятия, они, собственно, сообщают нечто волшебное всему, что нас окружает. Это жалкое бюро, на котором я писал, покрывающие его количеством сакьян, фортепиано, кровать, кресло, причудливо учиться шеи, от времени обои, мебель. Все это стали одушевленными, смиренными моими друзьями, молчными, с участием моего будущего. Сколько раз я извивал им душу, глядя на них. Вот в этом мы же видим определенную помпезность этого стиля. Ах, ох, ах, все вот такие переживания у него человека. Все это написано тоже очень молодым автором. Это заметно. Заметно вот эта вот горячность переживаний молодого человека, который переживает и проживает свою жизнь, прожигая ее в наслаждениях. Он понимает, что ранее поздно все это плохо кончится. Конечно, эти потуги на философию, потуги на размышления, на разрушение науки, кстати, о биологии, о физике, о механике, о химии. Очень много таких совершенно любимых вещей. В отличие от милого друга, здесь нет самого главного, здесь нет стремления описать нам по всей полноте персонажей, нет психологической достоверности. Собственно, описаний персонажей, переживаний в этом романе очень мало. Очень мало сюжеток такового. Очень много размышлений, очень много описаний. Особенно первым, когда там описывается, что там какие-то были блюда, какие-то были красавицы, про все тут кисаки, естественно. Какие там были переживания. Все это очень много, очень подробно описано. И все, без всего этого можно было бы обойтись. Роман был бы гораздо короче, гораздо лаконичнее. Но, к сожалению, мы имеем то, что мы имеем. Роман такой, как он есть. Вероятно, вы читаете Бальзак. Конечно, это не Стандарт. Стандарт пишет гораздо хуже, гораздо скучнее, гораздо примитивнее. Бальзак в этом плане порой описывает какой-то трагизм невероятный. Например, его мысли развивались как флаги во время битвы. Это знамена во время битвы. Вот это я понимаю сравнение. И подобные такие же сравнения по родным романам есть. Поро его трудно читать, потому что все это трудно усвоить. Все эти сравнения, все эти метафоры. Кажется, все это избыточным и нужным. Конечно, это не Стандарт, но это не Флавер, не Золя и даже не Лапаса. Это второй от конца писатель, на мой взгляд, французский, которого я прочитал. Последние два месяца читал только французскую литературу. Дальше я буду читать либо русскую, либо английскую, либо что-нибудь еще. Но французскую с французской пока покончим. Я очень много прочитал. Пока стоит остановиться. Стоит подумать и поразмыслить о том, что из этого было лучше, что-то было худшим. Не знаю, стоит ли вы говорите, но давайте это роман о нашей олимпионе кожи. Вы сами решите. Главное, чтобы роман небольшой, в отличие, скажем, блеск, мечта, картизан, или траченные иллюзии, которые в два раза, в три раза толще. Но счастье стоит с этого романа, чтобы он близко, в моем взгляд или нет. Думаю, стоит значительно смело. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok